привет привет вот ребята новый ролик на нашем канале покемош life и вновь из музея поездов славного города ташкента пятый выпуск понимаешь а вот аппараты которые были освещены ранее вагон с особым куполом вл-60к с двумя кабами р2 голова рвз-6 остатки и вл-22м с кабой оригом а сегодня у нас будет весьма любопытный контент тепловоз тэп-10 скажет измученный мерзаном зритель тэп-10 это ж такой оригинальный аппарат в музеях их полно ничего мы не ответим этому зрителю только посмотрим на него долгим печальным взглядом как король фарук вопрос в том где именно мы будем смотреть тепловоз внутри внутри конечно хаппи но не спеши радоваться мил человек то есть котейка там немного ну как бы такое давайте немного истории тепловоза и перед началом пожалуйста жмякните колокол проверьте подписку на канал смотрите наш герой был построен в 1964 году на харьковском заводе транспортного машиностроения эх именно тогда роллинги записали свой первый студийный альбом названный просто и без затей роллинг-стоунс между прочим там прозвучала и самая первая баллада джеггерса ричардса tell me ну как не отвлекайся ладно сразу с завода поступил наш герой мы про тепловоз весьма уважаемые в те годы предприятия передовое тепловозный депо ташкент среднеазиатской магистрали именно там испытывались первый тип 70 после тече ленинград-варшавский более того первая семидесятка из серийные партии восьмая по счету поступила именно в ташкент мы ее тоже осмотрели тэп-10 126 проработал в том депо до своего списания 89 году чё там у роликов то вышло стил уиллс стальные колеса актуально и вот тут-то собака и порылась вот фоточка в том же 89 в ташкенте была организована выставка поездов посвященные столетию среднеазиатской железной дороги и наш герой там экспонировался а потом как известно стараниями коллектива в том же ташкенте был создан первый музей железнодорожной техники в союзе и по рассказам местных именно этот тепловоз расставлял на свои места все остальные экспонаты музея да да он был на полном ходу девяностые годы потрепали аппарат он утратил часть своих деталей однако это еще ничего настоящий сюрприз ждал нас внутри локомотива прямое включение оттуда тарам вот ребят немножко перескочили вперед это тепловоз степ 10 10 126 машина которая вообще полностью раздостроена вот увидите вторая кабина тут шахта холодильника абсолютно ничего нету он только воздуховод остался что не оторвать в остальном же машина ну вот просто и вот смотри какой пульт у нее путь этого тепловоза вот контроллер то что осталось от него в таком духе здесь вот видите тоже ничего нету и вот смотрите отсюда с этой стороны путь помощника машиниста здесь черный тпк наверное было и вот так вот все но при этом я хочу сказать несмотря на это машина имеет открытый доступ люди могут кому интересно посмотреть не плачь сейчас локомотивы стали приводить в порядок и восстанавливать насколько это возможно думаем этот тепловоз будет выглядеть лучше важно то что несмотря на текущее состояние машины мы посетители музея все равно имеем возможность посмотреть на внутрянку легенд даже в таком виде это очень интересно поэтому без рофла спасибо большое что-то вячеслав мало хронометража у тебя получилось еще хоть что-нибудь покеш еще да можно давайте т2025 тоже уважаемый локомотив да еще с тайной даже двумя во-первых номер не оригинальный секции которую мы видим сейчас от 090 тепловоза а другая секция от 095 вот ведь она как оригинальный кузов от 025 т2 был замечен в астрахани виде гаража ошалеть а вторая тайна интерьеры машины куда решительно нет никакого доступа простым пассажирам предположим что она пустая внутри и ждет своего восстановления необходимо сказать еще что в 1989 году этот тепловоз также зашел в музей своим ходом и даже принимал участие в расстановке других экспонатов наряду степ 10 на финальном этапе ну вот такой прикольный надеемся получился ролик напишите как вам внутри теп 10 правильно ли то что машина открыта или лучше как у т2 все заварено в тотал не забудьте оценить ролик лайком или дизом спасибо большое всем за просмотр всем удачи и до новых видео видео